полу печенька полу лепешка сливочный вкус очень приятное всем привет сегодня будем готовить очередную вкусную лепешку один из вариантов для начала взвешиваем муку 550 грамм все 550 грамм муки есть я использую первый сорт можно использовать еще и выше по вкусу попробовал этот этот получается одинаково поэтому смысла за высший сорт переплачивать нет уберите самую дешевую муку первый сорт там второй сорт и спокойно готовьте берем сливочное масло 100 грамм можно использовать и маргарин еще понадобится 2 чайные ложки сахара полторы чайной ложки соли чайная ложка дрожжей то что здесь есть дрожжи вы не бойтесь долго ждать не придется пока поднимется это такой быстрый вариант лепешки это все теперь нужно смять в крошку масло должно быть таким мягким чтобы мнулась в руках мялась в руках и аккуратненько замешиваемся как будто делаем песочное тесто делаем из этого однородную массу все получилось однородная крошка добавляем сюда теперь 250 грамм воды вода у меня комнатной температуры замес начинаю с ложкой чтобы сразу на руку все не налипло этот рецепт лепешки у меня уже есть я просто делаю в таком формате и еще раз вот еще кто не пробовал обязательно попробуйте такую думаю полюбите все более-менее перемешали ложкой теперь можно руками тесто получается упругим так и должно быть если вдруг у вас мягкое тесто добавьте муки или если слишком твердое получилось не замешивается добавьте воды добавляйте по чуть-чуть по одной столовой ложке смотрите я вымешивал тесто минут пять примерно оно получается не идеально гладкое неоднородное это нормально для этого теста убираем это тесто в пакет закутываем так плотненько все и самый важный момент это тесто мы оставляем при комнатной температуре от 30 минут до 40 максимум то есть 30-40 минут после этого будем лепить если оставить дольше чем на 40 минут то она уже поднимется и будет не тот вкус вкус будет совершенно другой нам нужно чтобы тесто не поднялось но успела отдохнуть это как раз таки минут 30-35 примерно вот так край 40 идеальная середина 35 минут и так лепешка отдохнула у меня какая лепешка тесто отдохнуло у меня 35 минут мука сюда не нужно просто на коврик выложили и формируем лепешку все сформировал лепешку чуть-чуть бортики такие типа пицца прям очень похоже на формирование пиццы перекладываю на противень вот вот так получается берем чекич называется устройство такое если его нет берем вилку обычную и проделываем отверстие все обязательно отверстие проделываем иначе она взбухнет посередине за счет отверстие она останется плоской берем яйчишко которые всегда подготовлено так вот холодильнике что-то смазывали и вот эту лепешку тоже смажем в это время у меня уже духовка разогрета до 200 градусов у меня газовая плита отправляем в духовку на 200 градусов примерно на 30-35 минут возможно и 25 у всех духовки разные ориентируйтесь по своей просто возможно вы спросите зачем этой лепешки дрожжи ведь она не поднимается тесто то такое же какое и было смысл дрожжей в том что вот пока она в духовке сейчас она примерно в течение 10 минут там будет становиться жарче тесто будет греться дрожжи будут работать минут десять примерно а потом температура слишком сильно поднимется они уже за 10 минут свое дело сделали немножко приподнялась это тесто у нас сейчас и все они погибают нам нужно как раз таки вот это вот немножко чтоб поднялось оно но не слишком сильно вот суть этой лепешки вот в этом и так лепешка у меня готова вот она смотрите как разломается она она такая полупесочная очень вот так вот легко ломается вот сзади хрустящая корочка полу печенька полу лепешка сливочный вкус очень приятная я постоянно ее дело она очень вкусная попробуйте не пожалеете именно вот по этой технологии не передержите тесто именно вот 35-40 минут отдыхает и начинаете сразу за и сразу в духовку надо отправлять лепешка это очень вкусная такую магазе вообще не купите ее только дома можно приготовить с ней чай пить одно удовольствие даже просто так ее можно кушать она вообще вкусная